Одной из достаточно частых причин диареи у собак является синдром мальабсорбации или нарушение всасывания. Для обычного человека без медицинского или ветеринарного образования это все звучит как китайская грамота. Но я постараюсь объяснить в этом ролике, что это такое и какое бывает лечение. Смотрите также другие мои ролики о диарее у собак, ссылочки даю в конечной заставке к этому видео. Добрый день дорогие друзья, меня зовут Анна Мельяненко, я занимаюсь лабрадорами с 2002 года. Питомник лабрадора from Labraland, город Одесса. Итак, поехали. Синдром мальабсорбации означает, что пища не переваривается или не всасывается в тонком кишечнике, что связано с заболеванием поджелудочной железы, недостатком ферментов, печени, недостатком желчи или повреждением слизистой кишечного тракта из-за перенесенного инфекционного энтерита, недостаток кишечных ферментов. Одной из причин является избыток микрофлоры в кишечнике, что по данным ветеринарных врачей характерно для немецких овчарок. Причина этого явления не выявлена. Развитие микрофлоры способствует утрата кишечных ферментов или неблагоприятное воздействие солей желчи на слизистую кишечника. Врачи отмечают положительное влияние курса антибиотиков на исход заболевания. Собаки с малибсорбацией плохо развиваются и худеют, несмотря на хороший аппетит. В калии содержится много жира с прогулкным запахом. Шерсть вокруг ануса сальная. Можно точно определить причину малибсорбации, но это требует специальных диагностических исследований. Не поскупитесь на них, потому что правильно поставленный диагноз – это правильно назначенное лечение. И, следовательно, высокие шансы на улучшение здоровья вашего любимого питомца. Обычно основное лечение заключается в том, что ветеринары назначают недостающие ферменты с пищей. Например, при недостаточности поджелудочной железы врачи прописывают специальную диету, ферменты, нейтрализующую кислоту препараты, такие как тагомет, цимитидин или зонтак, ранитидин. Добавляются жирорастворимые витамины, например, тетравит. К сожалению, в большинстве случаев лечение продолжается всю жизнь. Тем не менее, это не повод для усыпления, ведь ваш любимый четвероногий друг при правильном лечении сможет радовать вас еще долгие-долгие счастливые годы. В следующем ролике мы поговорим о колите и способах его лечения. Колит – это также очень распространенная причина диареи у собак. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии, задавайте вопросы и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного. Спасибо. Спасибо.